Сразу скажу, что я не планирую в Рамбольданной лекции рассказывать о всех возможностях своих инструментов. Дело в том, что достаточно много есть уже готового материала и документация, которая доступна в интернете вместе с прибором, для которого я разрабатываю алгоритмы, то есть вместе с автоскопом документация, есть видеоролики в Ютубе. Сегодня я хотел бы больше остановиться на некоторых, я бы так сказал, сложных моментах использования своих методик. Периодически возникают кое-какие сложные ситуации, которые не совсем полно может раскрыть в документации. И очень часто с такими вопросами ко мне обращаются, и приходится как бы каждому объяснять способы выхода из таких сложных ситуаций. Поэтому я сегодня буквально так вкратце затрону основную идею своих методик и сразу перейду к сложным вопросам. То есть кому будет этой информации недостаточно, сможет эту информацию найти уже на просторах интернета. Чтобы не занимать еще много вашего времени, тем более много есть людей, которые уже, скажем, много лет знакомы с методиками, и нет смысла им еще раз это все разжевывать. Я сегодня лекцию построю в виде рассматривания конкретных примеров. То есть презентации не будет. Хорошо. Значит, подряд. Начинаю открывать вкратце. Скажу. Значит, в данном случае у нас записана осцилограмма. Согласно методике CSS данная методика позволяет записать сигнал с датчиков коленвала, а также сигнал синхронизации для бензиновых машин. Это у нас сигнал на искру одного из цилиндров. Для дизельных это, как правило, сигнал на форсунку. И после обработки данного файла мы получаем определенное количество графиков и результатов, на основе которых мы можем сделать вывод о неисправности в каждом конкретном цилиндре с указанием наиболее вероятной причины. То есть клип позволяет разделять для бензиновых двигателей три направления неисправностей. Это у нас механика двигателя, это у нас система зажимания, либо топливная система. То есть при помощи скрипта в течение одной минуты, так условно, мы можем поставить диагноз, в каком цилиндре у нас там низкая компрессия, в каком цилиндре не работает искрафт, или свеча, или катушка, и в каком цилиндре у нас есть проблемы с топливной смесью. То есть, например, с забитой форсунки. То есть, вот я вам приведу пример. Записана была осциллограмма с автомобиля 21 на 99, сигнал дачка коленвала и сигнал с катушки зажигания на искру первого цилиндра. После выполнения скрипта CSS мы получаем... А, сейчас, секундочку, давайте я тогда прокомментирую. У нас окно конфигурации, в котором мы указываем, какой канал датчик коленвала, где у нас сигнал синхронизации. Вкладку фазу сегодня рассмотрим более детально позже. Указывается тип двигателя, бензиновый, дизельный. Скрипт работает с двухтактными двигателями и также с двигателем роторно-поршневым, с двигателем банкеля, если у кого такой попадется в ремонт. Указывается порядок работы цилиндров и по какому цилиндру у нас выполнялась синхронизация. В данном случае по первому. Здесь еще также указывается параметр, усредненный начальный угол отряжения. Чуть позже я сейчас вернусь к этому вопросу. И этот параметр вызывает достаточно много вопросов. Я постараюсь детальнее его рассмотреть и рассказать. После нажатия кнопочки ОК у нас появляется набор из нескольких вкладок, на которых отображаются графики. График эффективности у нас, на котором отображается эффективность работы каждого цилиндра на разных этапах измерения. То есть для простоты понимания у нас отображается график серого или черного цвета. Это у нас график оборотов, который позволяет нам понимать в каком режиме работал двигатель. То есть у нас двигатель работал несколько секунд в режиме холостого хода. Дальше обороты поднялись, то есть плавным нажатием на газ. Отпускаем газ, обороты падают до холостых. Нажимаем полный газ. После набора оборотов выключаем зажигание, не отпуская педали акселератора. То есть очень важный момент. Значит в этот момент двигатель вращается без ностовоменения. Нет искры, как правило нет топлива. У нас в процессе вращения двигатель набирает воздух, сжимает его. И таким образом сжатый воздух создает небольшой толчок. Этот толчок вызывает повышение эффективности работы двигателя. Конкретного цилиндра. Если у нас проблема с компрессией, тогда мы на вот этом последнем участке видим, что график данного цилиндра опускается ниже, мы ставим диагноз, что у нас здесь есть проблема с компрессией в данном цилиндре. Проблемы с топливной системой, как правило, хорошо наблюдаются на данном участке. То есть при плавном нажатии на газ, если у нас какая-то форсунка имеет ниже производительность, чем в других цилиндрах, соответственно и эффективность данного цилиндра становится ниже. То есть таким образом мы можем заподозрить проблемы с смесью для данного цилиндра. Если у нас есть проблемы с искрообразованием, тогда график получается достаточно интересного вида. Тогда у нас эффективность меняется скачкообразно. То есть если воспламенение все-таки произошло, тогда у нас эффективность данного цилиндра будет соизмерима с другими. Если не произошло, у нас эффективность падает ниже вот этой вот черной оси. То есть таким образом резкие скачкообразные переходы графика дают нам основания подозревать систему зажигания для данного цилиндра. Данная методика применима и для диагностики дизельных двигателей. Для диагностики дизельного двигателя как сигнал с информизацией используется сигнал форсунки. И теоретически, ну даже не теоретически, в принципе практически можно использовать данный инструмент для диагностики и механических дизелей. Там сложнее немножечко сигналом синхронизации. Если у нас есть дача движения иглы, мы можем использовать дачу движения иглы в форсунке, указывая при запуске скрипта по какому цилиндру у нас была указана синхронизация. Как вариант, можно использовать везодатчики на трубку. Но такие датчики достаточно дорогие, они достаточно нежные. И, скажем так, поскольку перспективы использования простых дизельных систем с каждым днем уже, скажем так, менее радужные, то и оборудование закупать очень дорогое для диагностики этих систем. Ну, скажем так, не на каждое СТО есть экономическая целесообразность, я бы так сказал. Поэтому, ну, в любом случае, данный инструмент может работать и с такими системами тоже. Там немножечко меняется методика, в отличие от бензиновых двигателей. Лучше, скажем, в деталях тогда найти эту информацию в документации. Сегодня я не буду на этом останавливаться. Значит, здесь мы получаем график опережения зажигания. То есть, мы понимаем в относительной форме, то есть, я... В относительной форме мы имеем график опережения зажигания. То есть, как у нас зажигание меняется на различных нагрузках. Нагрузки у нас скрипт определяет от скорости, от ускорения коленбала. То есть, чем быстрее у нас коленбал разгоняется, тем считается больше нагрузка, тем более тёплый цвет. То есть, красный цвет – это более высокие нагрузки. По мере увеличения оборотов у нас увеличивается опережение. Это в данном примере для данного бензинного двигателя. То есть, зелёный цвет – это у нас средние нагрузки, синий цвет – это малые нагрузки. В данном случае, когда мы полностью отпускаем педаль газа, у нас минимальная нагрузка. Виатель переходит в режим бензинного холостого хода, и зажигание у нас совершенно позднее становится. Так, и последнее. Минуточку. То есть, на обкладке опережения, это реально характеристика работы Иванаса? Нет, нет, нет. Ещё раз. Это опережение зажигания. Именно самой искры. Это искра. То есть, сегодня мы, в принципе, Иванас ещё затронем. Там есть инструмент. Кстати, у CSS был расширен ещё определённые возможности. Мы к Иванасу ещё сегодня вернёмся. То есть, этот инструмент, в данном случае вкладка опережения зажигания, позволяет нам визуально оценить, в каких режимах, какое опережение зажигания мы получаем. Сразу следует заметить, что это не есть абсолютное зажигание. Вот когда я запускал скрипт, там было такое поле, начальные угол опережения зажигания. То есть, поскольку скрипт, он использует только сигнал с датчика коленбала, мы, ну, пока что на сегодняшнем этапе, ещё этот инструмент не может определить абсолютные угол опережения зажигания, поскольку нет информации, где у нас реальная верхняя мёртвая точка. И, исходя из начального угла опережения зажигания, если мы указали правильно, в режиме полостого хода мы точно указали, да, это было 10 градусов до ВНТ. Начиная с этой точки, мы строим график, который показывает, как меняется наш угол опережения зажигания относительно нашего начального, которое мы указали. Хорошо. Я сейчас рассмотрю другие примеры. Другие примеры. Ну, к сожалению, времени недостаточно. Или есть всё-таки необходимость более детально это всё рассмотреть. Будем считать, что... Давайте попробуем, попробуем, мы посмотрим, насколько это потенциально интересно. По дизелям. По дизелям я не готов сегодня. Что вы видите по дизелям? По движению по дизелям можно смотреть. Такая разница. Или магнитный прыжок. Станет сложнее по дизелям. Мы сейчас чуть позже к дизелю вернёмся. Я рассмотрю дизель в рамках, скажем так, другого вопроса. В общем, пока что на этом вопросе... Так, этот пример я закрываю. Я сразу же открою ещё один пример. Здесь у нас скрипт PX. Есть ещё один инструмент, который я вкратце сейчас тоже рассмотрю. У нас есть возможность записать сигнал с датчика давления в цилиндре. Для бензинового двигателя у нас есть датчик. Это может быть PX-6 или PX-35, который продаётся в комплекте с автоскопом. Который позволяет записать сигнал давления в цилиндре во время работы двигателя. В данном случае это без воспламенения, поскольку мы выкручиваем свечу, закручиваем датчик и подключаем свечу на высоковольтный провод на разрядник и записываем сигнал синхронизации. После обработки такого файла мы скриптом PX тоже получаем определённое количество информации. Хорошо. Сразу тогда я ещё раз напомню, как вообще происходит процесс измерения. Может кто-то не в курсе. Значит, для того, чтобы сделать запись для скрипта PX или для скрипта CSS, методика приблизительно одинаковая. То есть у нас холостой ход, плавное поднятие оборотов, отпускаем акселератор, возвращаемся до холостого, полный газ и выключаем зажигание, не отпуская педаль акселератора. То есть методика PX позволяет после обработки данного файла получить такие параметры нашего измеряемого двигателя, подопытного двигателя. У нас на вкладке отчёт отображается оценочная степень сжатия. Я постарался алгоритмом рассчитать максимально близкое значение к геометрической степени сжатия нашего двигателя. К сожалению, всё-таки точность, ну скажем так, плюс-минус это 10% мы получаем. То есть более точной информации, для того, чтобы сделать расчёты более точно, нужно вводить ещё очень много значений, которые нужны для алгоритма. То есть нам надо соотношение коленвал криво-шипа и длины шатуна, соотношение криво-шипа и длины шатуна, нам надо момент инерции маховика, то есть те параметры, которые, скажем, сложно нам получить, поэтому я ограничился минимальным количеством информации, пусть даже в ущерб точности. Тем не менее, даже с точностью плюс-минус 10% степень сжатия позволяет нам выявлять значительные отклонения в степени сжатия. То есть если у нас есть отклонения более 20-30%, соответственно, мы будем иметь неадекватную работу двигателя, это я говорю сейчас за бензиновый двигатель, у нас будет либо детонация, либо недостаток мощности и повышенный расход, и данный инструмент позволяет нам эту характеристику получить. Также у нас происходит измерение потери газа. В данном случае у нас 15%, что является допустимой нормой. У нас приблизительно где-то от 13% до 18% это нормальные потери. В отличие от компрессии, которая на разных двигателях с разной степенью сжатия у нас она может меняться, нормальная компрессия, скажем так, от 9 до 13%, то потери у нас достаточно стабильны для исправных двигателей. По мере износа мы получаем повышенные потери порядка 20-25%. Это уже снижает эффективность работы двигателя в режиме холостого хода. Выше 30% данный цилиндр перестает работать в режиме холостого хода. Выше 50% уже он не работает даже на средних нагрузках. То есть эта шкала достаточно стабильная. И в отличие от замера компрессии и компрессометра, данное измерение происходит непосредственно в процессе работы двигателя. Поскольку некоторые неисправности могут проявлять себя только во время работы двигателя, например, подвисающие клапана или пережатые клапана, или попадание масла в цилиндры и масляная пленка может в процессе работы двигателя менять потери газа. Данная методика более точно дает нам оценку состояния двигателя, чем замер компрессии компрессометром. Следующая вкладка у нас количество. В данном случае мы можем видеть несколько характерных точек, которые позволяют нам определять фазы газораспределения. Я не буду сейчас в деталях рассматривать, как эта вкладка настроится, какие процессы здесь отображаются. Я только укажу две характерные точки, на которые следует обращать внимание. Поскольку в последнее время я уже больше работаю с таким видом отображения количества. Данный формат у нас, скажем так, поддержка старых версий скриптов. То есть изначально у нас отображалась в данном виде. У нас есть синий график сжатия. Данная точка, то есть перегиб, переход от прямой линии к изгибу, у нас является точкой закрытия впускного клапана. Соответственно, мы можем говорить о фазе впускного распредвала. И вкладка рабочий ход, аналогично, перегиб у нас, переход от горизонтальной линии к изгибу, является у нас точкой открытия выпусного клапана. Эти две точки позволяют нам оценивать фазу впускного и выпускного распредвала. Таким образом, без разборки двигателя, мы можем определять правильность фаз. Данное представление, ну, как на мой взгляд, более удобно. Здесь мы видим, что у нас полный цикл работы двигателя является у нас два оборота коленвала. И у нас получается, если у нас вращение по часовой стрелке, значит, расстояние от графика до центра показывает нам количество газа в цилиндре. То есть в данном случае у нас происходит процесс сжатия. В процессе сжатия количество газа практически не меняется. Меняется давление, температура, но количество молекул должно быть постоянное. То есть мы эти молекулы сжали, разжали. То есть расстояние от центра графика не меняется до голубой линии. То есть в данном случае мы его сжимаем до верхней мёртвой точки, потом в процессе рабочего хода разжимаем, поскольку воспламенение не произошло, количество газа в цилиндре не поменялось, до момента открытия выпускного клапана. После открытия выпускного клапана выхлопные газы попадают у нас в цилиндр. У нас количество газа увеличивается. То есть вот эта точка открытия выпускного клапана. В действительности графики были достаточно, скажем так, достаточно больших значений. И мне пришлось их слегка обрезать, поскольку там интересной для меня информации не было. То есть вот эта часть графика у нас обрезана. То есть график выглядит достаточно большим и информации я там интересной не нашёл. В процессе выпуска у нас поршень движется вверх, выбрасывает с цилиндра газы. В данном случае у нас уменьшается количество газа. То есть доходит до вот этой точки, где у нас количество газа вот такое вот. Открывается впускной клапан и происходит у нас впуск наполнения цилиндра за счёт газа, который поступает через впускной клапан с впускного коллектора. После прохождения нижней мёртвой точки, вот в этой точке, где у нас переход графика идёт уже к дугообразному виду, у нас в этой точке происходит закрытие впускного клапана и количество газов опять перестаёт изменяться. Ну почти не изменяется. То есть если мы рассмотрим график сжатия и рабочий ход, вот мы видим, что у нас количество газа было в данной точке чуть-чуть больше. Мы его сжали-разжали и у нас есть небольшие потери, вот эти вот 15% о которых мы разговариваем. То есть такое представление графика позволяет нам увидеть отпланение по фазе. Я не буду показывать сейчас примеры ранних, поздних установок. Установок эти вопросы я поднимал в своих прошлых лекциях многократно. Сегодня я хотел бы рассмотреть некоторые... А, сейчас, секундочку. Давайте мы посмотрим. Тут у нас ещё есть график опережения зажигания. Данный график, в отличие от графика в скрипте CSS, является абсолютным. Поскольку есть датчик давления в цилиндре, мы точно видим, где у нас верхняя мёртвая точка. И таким образом мы можем уже строить абсолютный график опережения зажигания. То есть точно знать, где у нас момент искрообразования, на каких режимах. Те же цвета, большая нагрузка, средняя нагрузка, малая нагрузка. А также есть зоны. То есть вот эта вот розовая зона, видно или не очень хорошо видно. То есть есть у нас здесь небольшая розовая зона и сюда вот зелёная. Не очень хорошо, конечно, видно наш проектор. Они не совсем качественно отображают зоны. Да, зоны, где, скажем, желательно нам наблюдать наши графики. То есть где должен размещаться красный, где должен быть зелёный. Значит, вкладка впуск показывает, какая степень наполнения цилиндра, на каком режиме у нас происходит. И вкладка выпуск показывает такое сопротивление выхлопной системы. Не буду на них сейчас останавливаться детально. Чуть позже я пару примеров вам покажу. Давайте тогда перейдём к рассмотрению некоторых примеров, более сложных. Тут я всё-таки сделаю некоторый диалог сейчас с залом. Вот приведу вам первый пример, у которого очень плохая была работа. То есть двигатель сильно трусил, соответственно, первым делом я сделал скрипт CSS, получил вот такой график работы нашего двигателя. То есть мы видим, очень нестабильная работа в режиме холостого хода, нестабильная работа на частичных нагрузках. Вот я несколько раз газовал, потом пробовал его глушить. Сразу скажу, я настоятельно рекомендую использовать два инструмента в паре. То есть и PX и CSS. В паре очень хорошо эти два инструмента работают. То есть ту информацию, которую мы не можем получить по CSS, мы получаем по PX. Та, которая у нас есть по PX, мы её очень хорошо дополняем CSS. То есть я сделал сразу же два замера. Этот я даже не закрываю. И сделал PX. PX. Выполняю. И сейчас попробуем разобраться с данным примером. И я его прокомментирую, сделаю некоторые выводы. Так. Степень сжатия 10,3. Вроде бы как бы допустимо для двигателя. 14% потери. То есть это хороший показатель. Количество. Ну, графики искажены немножко, из-за того, что двигатель не работает, скажем, в стабильном режиме холостого хода. Но, тем не менее, мы видим, что фазы выпускного вала более-менее у нас на месте. Впускной чуть сложнее видно. Но тоже, в принципе, сильного отклонения нет. Еще раз. Наполненность нет. Наполненность, впуск. Вот у нас наполнение нашего цилиндра. В принципе, что мы можем сделать вывод о наполнении. Ну, не очень аж хорошее наполнение на высоких оборотах. То есть, скажем так, на уровне карбюраторных. Или не очень хорошо настроенных с завода бензиновых моделей. Ну, вообще-то это китайский автомобиль. Фак. Что, в принципе, тут, скажем, ничего такого пьющего я не вижу. Единственное наполнение в режиме холостого. То есть, желательно, чтобы у нас было где-то в этом квадратике. Здесь у нас немножко повышенное наполнение в режиме холостого хода. По выпуску у нас нет проблем. А тут, как вам такое угол опережения с зажиганием? Дело в том, что скрипт в х показывает абсолютные угол опережения с зажиганием. Если мы сейчас перейдем к скрипту... Так, так, так... Ох, сколько я тут подкрывал. К скрипту CSS. То есть, в данном случае, CSS нарисовал, что вроде бы зажигание у нас правильное. Но дело в том, что поскольку во время запуска, в момент запуска скрипта CSS, я ему указал, что усредненный начальный угол опережения 10 градусов, скрипт не смог правильно обработать нам всю эту информацию. То есть, очень желательно нам получать информацию из скрипта PX. Мы видим, что в режиме холостого хода у нас 70 градусов опережения зажигания. То есть, и таким образом, если мы эту информацию введем в скрипт CSS, то есть начальный угол опережения 70 градусов и выполним скрипт, тогда мы получим правильные осциллограммы и мы получим правильную цифру, исходя из заданного начального угла опережения зажигания, ВМТ цилиндра совпадает зубом номер 30. То есть, правильное значение для львиной доли бошевских систем, это у нас 20 градусов, 20 зубов после ВМТ, в данном случае мы имеем 30. То есть, был неправильно установлен маховик в процессе ремонта двигателя, из-за этого мы получили очень нестабильную работу, ну, соответственно, неадекватную работу двигателя. То есть, какой можно сделать вывод? Для того, чтобы скрипт CSS указал, разделал правильный расчет количества зубов до ВМТ, то есть положение маркерного диска. Нам обязательно, маркерный диск, вот в данном случае, вот он фактически у нас разместился, то есть у нас правильное размещение, в данном месте у нас должно быть пропуск зубов, когда у нас ВМТ первого цилиндра, у нас 60 градусов был неправильно установленный зубчатый венец вместе с маховиком. Таким образом, вот эта цифра, которую мы получаем на вкладке отчет скрипта CSS, напрямую зависит от начального угла опережения, который мы указываем. Напрямую зависит вот от этой цифры, которую мы указываем. Если мы эту цифру укажем неправильно, скрипт нам не выдаст точной цифры, сколько у нас зубов. То есть скрученный зубчатый венец скриптом CSS мы определить в данный момент еще не можем. У меня есть какие-то идеи, мы пробуем реализовать это в алгоритме, но, к сожалению, на сегодняшний день такая неисправность ищется только в паре использования двух скриптов. При помощи PX мы смотрим, где у нас начальный угол опережения и вообще мы делаем оценку. А где цифра? Жди теперь CSS угол зажигания. Как померить? Значит, для того, чтобы определить угол опережения, начальное угол опережения зажигания, мы можем по графику в данном случае указать. То есть в среднем у нас угол опережения зажигания в режиме холостого хода порядка 70 градусов. Мы можем, конечно, маркер сюда затянуть и видим 69, 66, 69 градусов. То есть вот эту цифру мы можем указывать в скрипте CSS. То есть, например, 65 градусов. Окей. И тогда мы получим... Ну да, да. А плюс-минус уже один градус. Это зависит от того, с какой цифрки мы укажем начальный угол. А тем более, что на некоторых системах угол опережения зажигания в режиме холостого хода недостаточно стабильный, нам будет сложно получить эту цифру с точностью, скажем так, до десятой доли зуба. Но по моему опыту, скажем так, плюс-минус пол зуба отклонения, это вполне допустимо. При помощи сигнала с датчика детонации блок управления адаптируется под, скажем, то железо, с которым он работает. И двигатель вполне сносно начинает работать. Хорошо. То есть этот пример, я думаю, что понятен. И теперь, кстати... Да. А если пойдет обратно, снять датчик коленвала, найти механический верхний мертвую точку, посмотреть, сколько зубов до воно для, и уже вводить здесь, уже четко знать, что без поиксирования, негатива неоткратно. Тогда и скрыт уже не будет. Прошу поиксирования. Прошу поиксирования. Прошу поиксирования. Прошу поиксирования. Сама идея вот этих всех... Входить в нос, чтобы мы в течение двух минут получили степень жадия, потери, проверку по поводу. По всем цилиндрам форсунок, компрессии, свечей и скрученный зубчатый венец, забитую выхлопную, недостаточное наполнение. Мы это все можем сделать механически. Но на каждой машине, которая приходит, если мы это все будем разбирать, мы и степень жадия можем померить вручную. Сколько там разобрать двигатель, взять, померить это все линейкой. То есть идея, сама идея методики в том, чтобы мы в течение двух минут получили вот столько параметров. Пусть они не есть абсолютно точные, но эта информация нам для размышления. Да, когда я уже вижу, что у меня не точно установленный зубчатый венец, тогда я уже снимаю коробку, разбираю, проверяю. Может это тоже информация. Может у меня степень сжатия, например, там я ошибся в единичку. То есть если я вижу, что у меня, например, степень сжатия, я знаю, для такого типа моторов, плюс-минус должна быть десятка. Мне показывает одиннадцать, но я смотрю, как ведет себя двигатель. То есть если он не детонирует, если он ведет себя нормально, ну все, значит ему нормально. Если он мне скрипт показывает степень сжатия, например, там четырнадцать, и я вижу, что реально двигатель детонирует. Он даже на девяносто восьмом бензине работать нормально не может. Тем более я еще дополнительную информацию у клиента получаю. Головку меняли, что бы там делали, может шлифовали. То есть фактически это только, скажем, скрипты я не рассматриваю как окончательный диагноз. Это направление, в котором дальше нам нужно искать информацию. Просто очень большое количество направлений, каждое направление механически проверить, мы можем возле этой машины неделю сидеть. То есть задача снять за две минуты основные параметры и дальше распланировать свою работу. В каком направлении мы в первую очередь будем проводить проверки для устранения нашей неисправности. Ну это касаемо бензинного двигателя, там есть свечка, вот выкрутил, закрутил. А касаемо дизельного двигателя, можно был функционал такой, что нам проще залезть, вытащить датчик коленвала, найти в МТ. Вася Крутей, я считаю, посчитали эти параметры и уже исключили именно этот, ПХ, именно вот этот параметр, да. А мы уже четко уже знаем, что там как-то в полном, видим все остальные процессы. Дизельный двигатель я чуть позже затронем, там глубоко сейчас я тоже не буду рассказывать диагностику дизельной. Ну посмотрим по времени, может некоторые вопросы все-таки затронем. Урсачье раздражение воздуха. Хорошо, значит давайте рассмотрим следующий пример. Просто почему я этот пример... Значит почему я рассмотрел данный пример, еще раз подведу, сделаю вывод с данного примера. То есть скрипт CSS рассчитывает позицию зубчистого венца, исходя из того начального угла опережения, зажигания, которое вы ввели. Очень часто мне задают вопрос, почему скрипт сказал, что там 20-й зуб, а реально там 25-й. Потому что вы неправильно указали ему начальное угол опережения. То есть это очень важный момент, который надо понимать, дабы не завести себя, скажем, в глухой угол в процессе диагностики автомобиля. Идем дальше. Следующий вопрос, который достаточно часто мне задают. Вот я вам покажу пример турбированный пассат 1.8 турбо. Дело в том, что скрипт делает расчет потерь работы на выхлоп. То есть сколько энергии тратит двигатель на преодоление сопротивления выхлопной системы. Мы получаем график на вкладке выпуск, на который мы видим, превышают потери или не превышают допустимые. То есть на вкладке выпуск у нас есть график, на котором отображается наша допустимая зона. Вот это вот, скажем, красная. Значит, в данном случае скрипт нам показывает, что на данном автомобиле у нас есть большое сопротивление выхлопа. Но поскольку этот автомобиль с турбиной, в выпускном тракте у нас есть крыльчатка турбины. У нас выхлопные газы в любом случае упираются в данную крыльчатку. И это создает определенный подпор. Как нам отличить, это у нас подпор турбиной или это у нас подпор нашим катализатором. То есть в данном случае нам большую помощь дает вкладка впуск. Остап Леонидович, я думаю, вам тоже может быть интересно. То есть вкладка на турбированных машинах мы получаем на вкладке выпуск большое сопротивление выхлопа. То есть выхлопные газы упираются в крыльчатку. Если мы посмотрим на вкладку впуск, у нас отчетливо видно момент включения турбины. То есть в данном случае у нас в режиме полной нагрузки наполнение было от 80% до 100%. Это, скажем, норма для наполнения цилиндров за счет работы геометрии впускного коллектора. В момент включения турбины у нас создается дополнительное наполнение. За счет увеличения давления на впуске у нас увеличивается наполнение цилиндров. Но мы должны понимать, что это дополнительное наполнение за счет увеличения давления на впуске мы получаем благодаря увеличению давления на выпуске, поскольку мы начинаем крутить уже горячую крыльчатку. То есть в данном случае я вижу, что у меня после 4000 оборотов начинает работать турбина и увеличивает наполнение на впуске. Соответственно, подпор выше 4000, я понимаю, что он связан у меня с работой турбины. И это допустимое. Если мы видим второй, покажу пример, это тот же автомобиль до ремонта. Значит, если мы видим, что у нас турбина включается после 4000, в данном случае даже после 4200, а вкладка выпуск нам показывает, что подпор у нас уже появляется значительно раньше, соответственно, мы имеем проблемы с выхлопной системой. То есть это не только сопротивление турбины, это еще и сопротивление выхлопной системы. Этот вопрос... А второй уже выкидывали как, да? Ну да, да, да. То есть вот это у нас до ремонта выглядел не так графики. А так у нас выглядят графики после ремонта. Вот, в данном случае. И в принципе тут даже косвенно еще на это показывает, что даже на частичных нагрузках мы получали уже достаточно большой подпор. Хотя на бензиновом двигателе при частичной нагрузке турбина, скажем так, очень мало участвует в наполнении цилиндра. То есть в данном случае выше 4200 мы получаем подпор. Раньше он для нас незначительный. На этом примере мы видим, что дополнительно к нашей турбине там есть еще какое-то сопротивление у нас на выпуске. Хорошо. Тотальзатором двигателе? Ну да. Ну да. Как вы? Да. Любого выхода. Хотя... Замена. Дело в том, что иногда проходит вариант. То есть на бензиновых двигателях мы пробовали, скажем, если его можно снять, добраться до самого керамического элемента. Это бывает, он у нас забит с такими отложениями... Это не сажа, а скорее всего это у нас зала. То есть механическое удаление на входе керамической сетки вот этих отложений позволяет ему дальше работать. То есть он просто его залетило. Я так понимаю, это все-таки скорее причина в том, что поступает масло из двигателя и догорает у нас непосредственно на поверхности нашего катализатора. То есть здесь создается слой, который создает сопротивление. То есть я очень, скажем так, неохотно удаляю катализаторы. То есть я стараюсь до последнего хоть с оживяком бороться, хоть с катализатором. Но, к сожалению, ничто не вечно. То есть рано или поздно все равно приходится данную систему удалять и по-другому не получается. Хорошо. Следующий пример. Ага. Также много вопросов я получаю, как бороться с автомобилем, который не запускается. Дело в том, что скрипт PX и CSS предусматривает работу двигателя хотя бы в режиме холостого хода. В любом случае двигатель должен работать в режиме холостого хода и хотя бы немножко мы можем поднять обороты. Иначе методика не работает. Но если мы имеем значительное отклонение по установке фаз, двигатель не сможет запуститься. Для дизельного двигателя в большинстве случаев эта проблема более простая. Там у нас два зуба неправильно установленный распредвал, как правило, приводит к встрече поршня и клапана. И, скорее всего, это приведет к ремонту нашего двигателя. А на фензиновых двигателях достаточно частая ситуация, когда у нас распредвал смещен на 3, 4, 5 зубьев и даже больше. То есть как при помощи диагностического оборудования быстро определим такую ситуацию. Тем более, что, как показывает практика, далеко не всегда метки на двигателе соответствуют реальной ситуации в данном двигателе. То есть методика позволяет нам увидеть реально физические процессы, происходящие в двигателе. А метка, к сожалению, по разным причинам может не соответствовать реальной ситуации, реальной установке нашего вала. Тем более, на современных сейчас машинах сплошь и рядом встречаются уже пустотелые распредвалы с напрессованными кулачками. Когда кулачок может сдвинуться, фактически изменив фазу в данном цилиндре, при том, что все метки на нашем двигателе установлены неправильно. То есть вот я вам приведу один пример записанного осциллограмма с двигателя, который не запускается. Я сразу могу вам сказать, что для бензинового двигателя, на основе моего опыта, ошибка в установке распредвала один зуб. Это всегда заводится наш двигатель. Два зуба мы можем иметь, скажем так, затруднения в запуске, ощутимые потери мощности, но такой двигатель заводится. Даже при трех зубьях в большинстве случаев двигатель заводится. Бывает, что при зубе установки распредвала уже двигатель не заводится. Говоря про три зуба, значит я, скажем, подразумеваю наиболее распространенный размер шестерни распредвала. Дело в том, что если мы рассмотрим там базы, рвинную долю фальсвалина с временным приводом, у нас размер звездочки на коленвале и на распредвале более-менее соизмеримый. И один зуб установки распредвала дает нам ошибку порядка где-то 15 градусов в установке распредвала. Поэтому, скажем, непривычнее использовать термин там один-два зуба, поскольку в отличие, например, там раллийных и спортивных машин, у которых мы можем устанавливать распредвал с точностью до считанного градуса, на львиной доле серийных автомобилей у нас точность задается в основном переустановкой зуба. То есть зуб раньше, зуб позже. Некоторые автомобили, конечно, имеют шестерню без шпонок. Там можно с большей точностью устанавливать фазы ГРМ. То есть вот на данном примере у нас отображается попытка запуска двигателя. И в связи с тем, что у нас очень большое отклонение по установке фаз ГРМ, запуск не происходит. То есть запуск неудачный. Заживание уже у нас здесь членов. Вот сейчас я вручную вам покажу, как я выполняю проверку фаз газораспределения, когда я не могу запустить скрипт ПХ. То есть скрипт ПХ позволяет мне увидеть, в какую сторону, на сколько градусов или даже на сколько зубьев неправильно у нас установлен газораспределение. Ну или цепь, если там цепной привод. В данном случае у нас очень большое отклонение. Для того, чтобы выполнить вручную проверку фаз, я устанавливаю два маркера. То есть один маркер я устанавливаю на пик давления первый. Второй маркер, маркер Б, устанавливаю на второй пик. Для этого я использую комбинацию клавиш. То есть у нас Shift, щелчок, позволяет у нас установить первый маркер, либо мы мышкой его можем передвинуть, установить на первый пик. И Ctrl, щелчок, это у нас устанавливаем мы второй маркер. Мы его также можем сдвинуть для того, чтобы более точно попасть в позицию. Если мы нажмем вот этот квадратик, мы установим хрестик. Таким образом, если мы будем перемещать нашу осциллограмму, у нас маркер жестко закреплен к позиции осциллограммы. Мы можем ее масштабировать, приближать, передвигать, и маркеры наши не движутся. То есть в данном случае я могу более точно установить наш маркер, то есть с точностью там до градуса. Shift, стрелочка влево-вправо, или перемещение мышкой. Мы установили первый маркер. Смотрим второй маркер. Вот наш маркер Б. Ставим его точно в позиции верхней мертвой точки. Ну вот. Вот так выглядит наша осциллограмма с правильно установленными маркерами. Четырехтактный двигатель. Это у нас два оборота коленвала, полный цикл. 720 градусов. Значит, указываем, что угол у нас, вот в этом окне выпадающий, 720 градусов. И у нас на осциллограмме появляется градусная сетка. Теперь мы можем мерить все углы с точностью до градуса. Теперь мы можем перемещать наши маркеры, сетка уже у нас не сдвигается. Я вам покажу вручную. Сейчас Женя подсказывает, есть еще одна возможность. То есть, таким способом я установил в начальную позицию. То есть, вот у нас видно, где у нас закрытие впускного клапана. То есть, в этой точке, до этой точки давление не менялось. Поскольку поршня двигается, если у нас клапана закрыты, то давление должно меняться. Раз давление не меняется, значит, какой-то клапан открытый. То есть, в данном случае у нас впускной клапан закрывается. И начинается процесс сжатия. Проходим верхнюю мертвую точку. Идет рабочий ход и открытие выпускного клапана. То есть, эта точка у нас находится на 57 градусов раньше от верхней мертвой точки цилиндра. И аналогично цифру мы можем получить о моменте открытия выпускного клапана. То есть, данная точка находится на 207 градусов после верхней мертвой точки. Значит, львиная доля двигателей использует симметричные фазы. То есть, фактически у нас до верхней мертвой точки угол закрытия выпускного клапана приблизительно соответствует количеству градусов, которые будет проходить коленвал до момента открытия выпускного клапана после ВМД. То есть, вот эти две точки у нас должны быть приблизительно одинаковые. Плюс-минус 5 градусов. То есть, в данном случае у нас еще раз получается 67 градусов до верхней мертвой точки и 211 градусов после верхней мертвой точки. То есть, явно видно перекос. То есть, вот этот перекос и вызывает проблемы с работой нашего двигателя. Как нам сделать расчет, сколько нам надо переставить зубьи в наш ремень? Значит, я нахожу какая разница. То есть, тут у нас 210, там 57. Открываем фалькулятор, смотрим, сколько у нас градусов перекос. То есть, 210 минус 57, получаем 153 градуса. То есть, фактически у нас со стороны выхлопа на 157 градусов больше, чем со стороны впуска. Нам нужно попасть в серединку. То есть, нам надо разделить эти 153 градуса пополам. Делим на 2, на 2, получаем 76 градусов. Если мы знаем, что у нас порядка 15 градусов на 1 зуб, это порядка 5 зубов у нас получается неправильно установлен распредвал. То есть, в данном случае нам... Ну, давайте голосовать. Кто за раньше, а кто за позже. Хорошо, а кто за позже, поднимите фар билет. Если фаза меньше, то вперед. Если вперед, то у нас вперед, то у нас вперед, то у нас вперед, то у нас вперед. Вот, то есть, фактически у нас получается, значит, если... Ну, на многих у нас двигателях есть возможность, скажем так, снять ремень ГРМ, прокрутить распредвал и назад его поставить. Я ставлю метку, то есть, используя корректор, где у меня были мои метки до разборки. Потому что очень часто бывает, что в момент снятия ремня у меня у нас где-то прыгает. Или распредвал где-то, или натяжной ролик нам делает медвежью услугу. То есть, метки ставим до перестановки ремня. И сразу же я помечаю, в какую позицию мне надо мой распредвал переставить. То есть, я считаю, что ремень я не двигаю, я переставляю, как правило, только распредвал, поскольку он более доступный, скажем, на более простых двигателях. Восьмиклапаны в большинстве случаев позволяют такую операцию сделать без полной разборки со стороны ремня ГРМ. В данном случае у нас распредвал очень... Клапаны работают поздно. Да, клапаны работают поздно. Клапан должен был раньше открыться, он закрылся поздно. Аналогично и выпускной клапан должен был раньше, относительно ВМТ, открыться. Он закрылся поздно. Значит, нам распредвал надо раньше. То есть, я смотрю, в какую сторону у нас вращается двигатель. Ну, в принципе, не попадалось мне двигателя, который крутится... Кондо, кондо. Кондо крутится против. У него коробка передает в другую сторону. И крутится в другую сторону, да. Ну, скажем так, видно парк обслуживаемых автомобилей. У меня практически все вращаются по часовой стрелке. Но в любом случае надо убедиться, что он вращается по часовой стрелке. Тогда мы снимаем ремень и распредвал на 5 зубов делаем раньше. То есть, что у нас... Еще по часовой стрелке. По ходу движения. У нас получается двигатель вращается туда. И распредвал у нас... Да, да. То есть, для того, чтобы распредвал у нас раньше открылся, нам надо его докрутить еще по по часовой стрелке. Так, все-таки, по часовой или по часовой стрелке? Хорошо, если на по часовой стрелке... Так, давайте опять голосуем. По часовой или по часовой? По часовой. По часовой. Кто больше? По часовой. По часовой стрелке, чтобы папа открылся раньше. Так что, по часовой? По часовой. По часовой стрелке, чтобы папа открылся раньше. Хорошо. Значит, смотри. Раз у нас ремень... Вот мы нашли верхнюю мертвую точку. У нас распредвал очень поздно. У нас в этой позиции, у нас уже должен был распредвал быть раньше, а он очень поздно. То есть, нам по часовой стрелке... По часовой стрелке... По часовой стрелке... По часовой стрелке крутим вперед. в этой позиции он уже опоздал он должен был в этой позиции быть намного раньше то есть нам надо его дать вперед по часовой стрелке да, вот это очень важный момент иногда мы тоже становимся в трое и сидим, думаем против, раньше, сначала все разрисовали но дело в том, что это очень важный момент скажем, правильно решить эту задачу потому что, если у нас будет, например, три зуба неправильно установленных в предвал у нас еще может не быть встречи клапана с поршнем если мы его повернем в неправильную сторону то мы можем загнуть в двигателе клапана то есть получить проблему, в любом случае после этих операций обязательно вручную прокрутить наш двигатель, убедиться, что у нас нет встречи клапана и поршня то есть не всегда в голове скажем, сходу правильно удается решить эту задачу в любом случае данные инструменты позволяют нам эту задачу решить сразу хочу сказать ошибка как правило всегда есть то есть вот эти предварительные расчеты не позволяют нам точно получить предварительные вот эти расчеты не позволяют нам получить точной цифры где мы должны попасть иногда, конечно, угадываем еще раз скажу что ошибка плюс-минус один даже два зуба уже позволяет запустить наш двигатель и сделать проверку при помощи методики PX и по необходимости CSS и получить точную цифру где у нас должна быть точная позиция нашего распредвала просто в момент прокрутки стартера у нас вращение коленвала неравномерное то есть он вращается не гладко а на осциллограмме мы подразумеваем что двигатель крутится гладко из-за этого один иногда даже два зуба мы можем сделать ошибку но тем не менее мы уже четко понимаем в какую сторону нам надо двигаться для того чтобы получить работу двигателя в режиме холостого хода панельку значит Женя подсказывает что у нас есть еще один инструмент это у нас PX-панель то есть если мы запишем таким образом осциллограмму и откроем так, оно запускаем PX-панель панелька не смогла найти очень маленький пик давления значит мы должны поставить маркер здесь поставить маркер здесь и на нашей панельке на нашей панельке нажать вот эту ручку вот и мы получили мы получили сетку получили ожидаемые зоны где у нас должны находиться характерные точки то есть где у нас должны находиться характерные точки то есть в данной зоне должна быть точка открытия выпуска она у нас позже смещена и в данной точке у нас должна находиться точка закрытия впускного клапана мы можем попробовать сделать оценку сколько градусов так получим так градусов да справа фаза 88 градусов ну приблизительно скажем цифры соизмеримые плюс минус да порядка 5 зубов в данном случае нам нужно распредвал позже или раньше хорошо так все тогда продолжим вот приведу еще один интересный пример данная методика позволяет определять сложно диагностируемую неисправность подвисание клапана периодически сталкиваюсь я с такой ситуацией когда у нас в процессе работы двигателя может кратковременно пропадать компрессия по одному или нескольким цилиндрам и словить такую неисправность при помощи к примеру компрессометра практически не удается поскольку после остановки двигателя пока мы крутим компрессометр пока попробуем прокрутить стартером у нас в большинстве случаев клапан начинает уже двигаться нормально и мы уже эту неисправность не видим то есть такие неисправности я пробую определять при помощи скрипта CSS поскольку скрипт CSS позволяет в процессе работы двигателя сделать замер компрессии я пробую этим инструментом мерить компрессию в тот момент как только у меня машина затроила ну вот в данном случае у меня видно что в режиме холостого хода у меня не работал третий цилиндр хотя вот я газнул и он у нас чуть хуже но вроде бы включился в работу следующий цикл вот он уже в принципе где-то где-то уже начинал работать то есть полностью я газнул сделал замер компрессии и показало что все нормально но в любом случае я эти циклы проверки то есть я их повторяю раз два там десять иногда может и больше раз моя задача словить тот момент как только машина затроила надо нажать на газ и резко выключить зажигание то есть чтобы я провел замер компрессии в тот момент когда у нас наша неисправность себя проявляет и вот я сделал несколько замеров вот в предыдущем замере у меня троило в режиме холостого хода но компрессия оказалась нормальна а в этот момент мне как раз удалось сделать замер и увидеть что компрессия в данном цилиндре у меня отсутствовала то есть тут кстати видно что я даже не ждал чтобы обороты сильно поднялись то есть я только нажал и тут же заглушил чтобы у меня дверь я сделал как можно меньше оборотов чтобы данная неисправность у нас не скрылась да то есть я сделаю чуть шире вот видно у нас в режиме холостого он работал мы газнули сбросили газ и двигатель начал троить и в этот момент я резко нажал газ и выключил зажигание то есть черный график оборотов показывает что обороты я сильно даже не поднимал то есть дверь чуть выше 2000 заглушил и я отчетливо вижу что на последней фазе измерения у меня компрессия в данном цилиндре была ниже то есть этой информации мне достаточно для того чтобы я ставил диагноз в данном цилиндре подвисает клапан какой именно клапан спускной выпускной ну можно попробовать дополнительно еще сделать проверку при помощи датчика разряжения ну запрендуюсь я сказать скажем насколько успешно тем более если у нас 16 клапан у нас тогда два выпускных два выпускных какой из них подвисает это уже скажем так вопрос более сложный но в любом случае для моториста я даю информацию то есть вот в этом цилиндре один из клапанов подвисает и уже при разборке двигателя с особенной тщательностью дефектуются все детали газораспределительного механизма по данному цилиндру вот таким способом удается неоднократно уже найти неисправности по подвисанию клапанов ну тут похоже что у нас какая-то есть еще неисправность и с первым цилиндром возможно форсунка ну это меня как бы меньше интересовало основная задача была найти причину троения периодического троения в данном случае третьего цилиндра тут понятно хорошо еще одна тут турбированная машина для примеров в принципе надо было ее показать вместе с примером фасата в данном случае это пример из турбированной нивы но здесь у нас был установлен не классическая турбина турбонагнетатель а механический компрессор с приводом от ремня генератора или дополнительного ремня я уже не помню то есть мы видим что у нас на оборотах выше 3000 у нас начинает работать наш механический нагнетатель и дает неплохую прибавку к наполнению цилиндра то есть там порядка где-то 25% относительно наше скажем 100% которое мы имеем на атмосфере там у двигателя а по выпуску у нас никакого сопротивления не добавляется то есть в данном случае у нас турбина использует энергию коленвала а не энергию выхлопных газов не создает дополнительный подпорок выхлопных газов то есть это так для отвечения вот один тут пример я вам покажу у нас спасаток кстати так за весь срок который я занимаюсь диагностикой было у меня ну может не десяток но машин пять было у которых неправильная степень сжатия вот в данном случае у нас степень сжатия семь семь два к одному ну зная скажем так точность моего инструмента то есть там возможно плюс-минус где-то там пол пол единицы единицу может быть ошибка но даже если у нас здесь степень сжатия восемь к одному в любом случае этого недостаточно для нормальной работы данного двигателя и даже после того как мы установили достаточно раннее зажигание никакой детонации даже на 92-ом бензине у нас не происходило поскольку у нас был еще один двигатель такой же двигатель но исправный то есть мы выкрутив свечу замерили расстояние до поршня в верхней верхней точке замерили в этом двигателе четко было видно что у нас порядка почти сантиметр не доходит до верхней на твоей точке то есть мы даже попробовали сделать замер кривошипа в данном случае был установлен в двигатель 1.8 распредвал от двигателя 1.6 то есть шартуны остались те же самые коленвал от двигателя 1.6 имеет меньше кривизну кривошипа соответственно у данного двигателя уменьшилось и уменьшился и рабочий объем и уменьшилось и степень сжатия и мы получили значительные потери по мощностью и потери по экономичности то есть рекомендация была замена распредвала хотя насколько я понял коленвал коленвал я встречал не сохранил в апеллях и встречал поршня ниже все нормально просто поршня поменяли поршня не доходили рабочий объем сохранился а степень сжатия поменялась поршня не доходил на 5 или на 7 миллиметров он не помнит как запирали это непонятно ой миллиметр да да хорошо еще один пример который время от времени возникает ситуация я вам покажу как правильно в данной ситуации скажем определить причину неправильной работы скрипта вот дизельная дизельная ауди снимаем скрипт CSS и получаем вот такой график то есть у нас неправильно отображается график и часть графика у нас потеряна то есть вот здесь мы видим у нас уже есть графики эффективности графики оборотов но первая часть не не рассчитана правильно и соответственно графиков эффективности мы здесь не можем получить для того чтобы выяснить что стало причиной по которой скрипт не смог обработать данный сигнал я устанавливаю маркер вот в данную позицию то есть получается что у меня в 11,6 секунд на осциллограмме произошла какая-то произошел какой-то сбой я могу рассмотреть свою осциллограмму в данной точке выяснить что у нас там произошло мы можем даже ближе его рассмотреть для того чтобы понять где-то где-то приблизительно вот здесь 11,65 переходим на осциллограмму и переходим в точку вот здесь у нас тут отображается время это где участок экрана время осциллограмма которое отображается на экране и маркер а маркер б в какой позиции стоит значит у нас там было 11,60 да смотрим 11,65 давайте чуть растянем чуть растянем тут что-то у нас уже начинает проявляться 11,589 то есть уже есть какие-то искажения но похоже что это искажение было еще недостаточно для того чтобы скрипт споткнулся чуть-чуть смотрим что у нас дальше ну вот у нас есть разрывы то есть скорее всего плохой контакт при подключении к нашему датчику из-за плохого контакта у нас получилась потеря сигнала и соответственно ну скорее всего здесь ну смотрим ну вот 11,63 вот этот участок вызвал у нас сбой в работе еще вот и вертикаль то есть в данном случае у нас пропал контакт крабкарейна теоретически это может быть и проблема не только в контакте подсоединения это может быть в датчике колебала и в в самом проводе в любом случае мы уже таким способом нашли тот участок который вызвал неправильную работу скрипта и возможно в этот момент была и неправильная работа бегатика то есть таким образом мы по осциллограмме уже видим с каким участком что там произошло и уже принимаем какие-то меры для устранения данной неисправности то есть понятно да мы на осциллограмме выбираем тот участок где у нас меняется форма графика оборотов то есть вот этот серый график это есть у нас график оборотов он должен быть тоненькой линией если он занимает уже широкую полосу значит что-то у нас неправильно в самой осциллограмме и скрипт работать нормально не может с такой осциллограммой мы можем этот участок выбрать детально рассмотреть и принять меры чтобы оно работало нормально нормально Субтитры сделал DimaTorzok